Георгий, здравствуй. Сегодня у нас Георгий Сидоров. Я так понимаю, ты вернулся из очередной экспедиции и совершил какое-то новое грандиозное открытие, о котором хотел рассказать. Да, вернулся, и там несколько открытий. Я бы сказал, что эти открытия очень серьезные для нашей цивилизации, не только для России, но и для всей планеты. Потому что это касается не только нас, это касается вообще всего нашего мира. Вот принято считать, что мегалитическая цивилизация, так сказать, возникла на Земле примерно 8-7 тысяч лет назад. Тут появляются мегалиты в Британии, в Ирландии, появляются мегалиты на севере Италии, появляются мегалиты в Северной Африке, на Крите. Ну, в это время действительно так, но это вторая волна. Первая волна, она очень давно появилась. И эта волна в основном, это Центральная Азия, Средняя Азия, это Сибирь. Это прежде всего Сибирь. Это Урал, конечно. Это хребты, которые идут у нас. Это Верхоянский хребет, это система хребтов Чарского, это в ту сторону, это Анюйские хребты. То есть, там еще пока мало кто был, но мы вот уже сейчас кое-что поняли, разобрались, и, честно говоря, волос встает дыбом. Потому что эти открытия, они полностью хоронят теорию Дарвина, хоронят теорию относительности Эйнштейна, потому что эта теория действительно неверна абсолютно. Она противоречит то, что мы увидели. И человечество, человечество, в общем-то, отодвигается. Ну, как вот Майкл Крема доказывает, что люди жили на Земле примерно, ну так, в Дивонское время, это 800 миллионов лет назад, уже следы человека. Вполне возможно. Это не смешно, это на самом деле так. И в Карбоне уже найдены какие-то следы человека, в Мезозое тоже самое. А Кайнозой – это вообще время, это расцвет. Я вот сейчас для себя уверен, что Кайнозой – это как раз время золотого века на Земле, когда благоденствует флора, фауна и человек все вместе, и резко, резко все обрушивается, все резко обрушивается, это обрушивается в четвертичное время. То есть это как раз 2,5 миллиона лет назад наступает эпоха оледенения, когда, значит, северное полушарие там на 80% закрывается льдом, южное полушарие то же самое, там вообще Антарктида подлегла под лед. То есть это резкая потеря, потеря части атмосферы, это давление падает на Земле, была более высокая часть кислорода теряется. Сейчас доказано, что кислорода было 25%, а сейчас 21%. То есть это действительно была катастрофа, о чем очень серьезная. И вот тогда мегалитическая цивилизация, она была фактически на Земле, была что уничтожена. Я сейчас могу объяснить, откуда у меня такие данные, потому что впервые, когда я узнал от наших геологов, это два гениальных человека, два удивительных геолога, которые всю жизнь поработали в Горной Шоре, работали на Алтае, работали в Восточной Сибири, в Саянах, это Беспалов Александр, это Почеткин Слава, это два таких маститых, они оба кончили университет наш, Томский. И вот они, когда это все увидели, они долгое время молчали. А потом говорят, слушай, приезжай, посмотри. Вот наше мнение, что все, что мы нашли здесь, это рукотворное. Ну, голова не воспринимает, что такие могут быть строения, которые превосходят по массе, по объему пирамиды, египетские пирамиды. Мы же считали, что египетские пирамиды – это предел всему. Вот когда я туда приехал в 13-м году, то я увидел пирамиду 1200 метров. Она вся заросла, но одна часть ее обвалилась. То есть был удар такой нанесен, что макушку снесло, бен-бен снесен, но две грани, сейчас стоят они, 1200 метров. Это гигантская пирамида. Смотреть страшно. Для чего она построена? Вопрос. А кроме пирамиды там идут стены. Идут просто такие мощные стены. Но мы тогда, когда в 13-м году посмотрели это все, мы поняли одно, что это все рукотворное. Действительно, граниты разные, цвет разный. Есть блоки красные с красным оттенком, есть серые блоки. Там видно фундамент мощный, откоски. Все это видно. Но там такие разрушения, там чудовищные разрушения. Глыбы по 200 тонн, они по воздуху летали, падали где-то там на огромном расстоянии. А вот то, что уцелело, там блоки стоят 1800 тонн, 1700 до 2000 тонн стоят. Мы тогда подумали, думали, как их поднимали. Там толщина этой стены центральная, 5 метров, высота 30. Местами она обвалена очень сильно, но местами сохранилась. Тогда мы не поняли вообще ничего. Это был снег, это был конец августа, начало сентября. И уже там выпал снег, это горы, это почти тысяча с лишним метров. И мы много не видели. И там много было еще что, там мох, который закрыл частично эти мегалиты. Потом я приезжаю в Томск. Приезжаю в Томск, собираю ученых. Там в Томском университете собрал геологов, собрал физиков, собрал кучу других. Там были филологи, там кого только. Ну все, кто хотел. Говорят, смотрите, вот я вам покажу, что это. Ваше мнение. Все сидят, полный зал, смотрят в аудитории. Говорят, ну, Георгий Алексеевич, ну, это рукотворное. Это все рукотворное. Вот тут вот мегалитическая кладка, здесь полигональная кладка. Это теперь я понимаю, что никакой мегалитической кладки нет. И нет полигональной кладки. Это я сейчас понимаю. Но тогда мы думали, что так оно и есть. Потому что так многие говорят, есть кладка такая, такая. На самом деле это литье. Это все литье. Это все литое. Это мы сейчас знаем. А тогда я думал, кладка. Но они говорят, мы признать это не можем. Если мы признаем, потеряем работу, нас выгонят. Мы просто будем ошельмованы, на днае будет хохотать, смеяться, отсвистывать нас. Все, мы потеряем все. Но ты должен понять, что мы все с тобой. Вот так эти томские ученые среагировали. Но я стал сомневаться в себе. Думаю, ну они так говорят. Но мне в голову не приходило, что это литье. Я думал, как они поднимали эти глыбы. Ведь нам внушают, что Бальбекская терраса, там тысяча тонн глыбы. Их тоже где-то там рубили, кто-то таскал, ставил. Да никто их не таскал и в Бальбеке. Наверняка все литое. Так же, как и пирамиды, которые в Египте, тоже литые. То есть это надо понимать просто. Но тогда вот эта инерция мышления мы не понимали. И мне в голове было, надо разобраться, разобраться. В 17 веке мы туда ушли. Ой, в 17 году мы поднялись туда наверх. Опять, чтобы разобраться. Там уже я взял физику с Питера, ребят. Там муж, жена Рязункова, они физики. Они занимаются тоже этими мегалитами. И они тоже в ужас пришли и растерялись. Мы, кроме этого, побывали еще на одном перевале. А там литые бетонные гигантские стены стоят. Чистый серый бетон. И там хорошо видно осадочные швы, платформы. Прямые совершенно углы. У меня это все в книге будет. Сейчас я не могу показывать вам. Они-то посмотрели, за голову схватились. Это понятно, это литье. А когда побывали на Кулюме, где я рассказываю, эти стены рушенные, они тоже растеряются. Неужели это все кто-то поднять мог? Нет, наверное, что-то другое. И вот уже мы в следующий раз в этом году снова собираем экспедицию, чтобы разобраться до конца. И нам повезло. В каком плане повезло? Прошел пожар. Прошел пожар. Выгорел мох. Выгорели деревья. И все эти мегалиты, они вылезли из-под мха, из-под то, что упало, то, что было обрушено. И здесь мы когда начали разбираться, что же здесь такое, все уже было как на поверхности. Поражает еще одна деталь, которая ни в какие рамки не лезет для наших научников, потому что люди не понимают, как может дерево расти на голом камне. Вот плита каменная стоит, дерево сверху, и все. Корни в воздухе, а дерево два обхвата. Как? За счет чего? Какая энергия? Интересно то, что поднимаешься туда, ты забываешь обо всем. Ты забываешь о какой-то жизни, где-то там далеко, даже как тебя звать забываешь. То есть ты летаешь, ты порхаешь, ты наполняешься счастьем, радостью какой-то. Внутри тебя какая-то эйфория. Находишься как будто в опьянении каком-то. Ты чувствуешь огромный прилив энергии. Чудовищный, просто огромный прилив. Ты не понимаешь, откуда эта энергия. Даже подходишь к пропасти, думаешь, сейчас я оттолкнусь, и я полетел. Даже такое состояние. Непонятно откуда. Я тогда, первые разы, когда поднимались, это каждый раз были у нас проблемы в экспедиции. Были люди лишние, и каждый раз там нервотрепка. А вот была на этот раз команда, очень хорошая, подобрала один к одному. Говорю, хорошие люди. Все трудяги, все свои, все образованные. И поэтому было очень интересно. И вот мы все это ощутили. Думал только я один. А оказывается, нет. Интересно, что люди, когда узнали эту дорогу, на эти мегалиты, после 13-го года, там объявили кемеровские власти это все заповедником, туда стали валом идти люди. Создали лагерь, типа лагеря. Там даже памятник сделали такой. Поставили там чура, вырезали из дерева. Я не понимаю, 2000 метров подниматься по склону 60 градусов, это очень тяжелый подъем, но люди идут. И только тут до меня дошло, почему они туда поднимаются. Они просто поднимаются, чтобы там хлебнуть вот этой вот энергией, которая идет из-под земли. Это энергия жизни. И тут только до меня дошло, зачем все это строилось. То есть, вот здесь, благодаря вот этому, я понял, что вся эта мегалитическая структура, не только пирамиды. Пирамиды – это отдельная тема. Но вот эти гигантские стены, образования, какие-то замки. Замки мы там нашли, даже замок в горах стоит, разрушенный. И вот все вот это делалось для того, чтобы управлять атмосферой, создать идеальные энергетические условия на Земле, чтобы не только рядом с этими мегалитами такое состояние было, а по всей планете. Вот он, век-то. Век, золотой век общества, золотой век жизни. То есть, постоянная температура, управление влагой, управление давлением. То есть, полностью было все сделано так, как требует того, что творец. Тут очень просто все. Для чего, собственно, создан человек? Не для того, чтобы есть и ходить в туалет. Это понятно, не для этого. То есть, разум в форме тела, в трехмерии, он должен что? Он выполнять какую-то задачу, определенную задачу творца. Что делать? То есть, строить из планет, каких-то созданных творцом, обустраивать эти планеты, создавать идеальные условия. То есть, из хаоса строить порядок, в котором бы все живые существа, так сказать, находились в определенной гармонии и каких-то определенных пропорциях. И управлять. То есть, люди-боги. То есть, люди-это часть творца. Вот это было когда-то на земле. И вот третичное время, это мое. Я вот скажу свое мнение. Может, я не так говорю что-то. Третичное. И даже, может быть, не третичное. Скорее всего, это было... Это весь мезозой. Это Триасовы, Юра, Мел. Это то же самое. То же самое. Какие-то, может быть, временные какие-то были сбои. Может быть, какие-то были войны. Эта вот энергосистема рушилась, потому что даже в Юре было оледенение тоже. Сейчас многие доказывают. Было оледенение даже в Олигоцене, по-моему. То есть, были какие-то сбои. Но все равно вот это присутствие человека, разума, оно выстраивало на планете в атмосфере идеальные условия. Продолжение следует...